Приветствую вас! Сразу несколько моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Первая причина, почему парень ушел, что ему не нравится, что ему не нравилось, готовы ли вы меняться, какой ценой, ну то есть готовы ли вы, например, что-либо менять, да, но без вреда себе. Второе, почему вы хотите вернуть парня, для чего, с какой целью, что это значит для вас? То есть одно дело, если вы его хотите вернуть для того, чтобы сделать счастливым, да, то есть вы увидите, что он страдает или знаете, что он будет страдать, хотите просто делать его счастливым, потому что знаете, что с вами действительно счастливее. Вот, либо вы хотите что-то для себя, то есть это разные вещи. Вот, это важно очень четко дифференцировать, то есть максимально честным здесь быть с собой, вот. Максимально честным здесь нужно быть для того, чтобы ответить себе на этот вопрос. Дальше. Парень, да, это не вещь, которую можно вернуть. И, соответственно, возвращать человека, ну, когда голодом так, это, соответственно, определенная, определенная какая-то модель, знаете, принуждения, да, то есть вот он не хочет, я его верну. Вот, то есть эта история, ну, ну, далеко не самая лучшая и, ага, попахивает она, эта история, ага, значит, ну, как он-то, знаете, может быть, с зависимостью, да, может быть, с чем-то вот таким. И я не думаю, что это то, что поможет, то, что реально вернет мужчину. То есть его вернет не то, что вы его принуждаете, скажем так, к чему-то, да, вот. А его может вернуть, значит, ну, изменения реальные, да, то есть, грубо говоря, если вы покажете ему своими действиями, да, что условий больше нет, вот, собственно, из-за которых он ушел, вот. Соответственно, если вы этого не сделали, если вы этого, если вы не, ааа, можете обеспечить, ааа, условия, то лучше его не возвращать. Значит, в поведенческом аспекте, да, в поведенческом аспекте нужно обязательно соблюдать дистанцию. Ааа, ну, ну, вот, сейчас, на данный момент, допустим, соблюдать дистанцию, вот, ааа, потому что, ну, мужчине нужно время, да, даже если, даже если вы покажете ему, что изменились, или что ситуация поменялась, да, допустим, то все равно ему нужно время, чтобы, во-первых, это подтвердить, во-вторых, чтобы, ааа, значит, как-то адаптироваться, ааа, к тому, что, ну, что произошло, да, вот, то есть, тут самое главное не спешить, ааа, поддерживать, ааа, связь, поддерживать контакт с ним, ну, то есть, на уровне, ааа, приемлемом для него, это очень важно, то тут очень важно соблюдать именно приемлемый уровень, то есть, общаться с человеком, ааа, на том уровне, который комфортен ему, ааа, потому что, если, ааа, значит, вы нарушаете его, ааа, границы, ну, комфорта, ааа, выводите, выводите его из зоны, из зоны комфорта, ааа, вот, то в этом, ааа случае, в этой ситуации, ааа, человек, меньше, ааа, мотивирован, ааа, на то, чтобы, ааа, ну, чтобы, ааа, вступать с вами в отношения и возвращаться к вам. Аааа, как правило, как правило, ааа, люди хотят вернуть, значит, свою вторую половинку по, ааа, той причине, простой, ааа, что, ааа, они переживают потерю, то есть, ну, то есть, вот им плохо, да, это того, что, ну, они потеряли, вот, человека, да, то есть, потеряли то, что человек давал, то, что человек дарил, то есть, ааа, желанием вернуть человека, ааа, служит, как раз таки, ааа, значит, ну, как раз, ааа, вот эта вот необходимость, ааа, возврата того состояния, ааа, которое было, когда, ну, люди были вместе, вот, ааа, в некоторой степени это эгоистичное стремление, ааа, которое, даже не так, не эгоистичное, а потребительское стремление, вот, ааа, которое, ну, мало что хорошего вообще дает человеку. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Кажется, что ушел, ну, любимый, да, именно из-за тебя. То есть, ты сделал, грубо говоря, ты сделал что-то не так. Хотя, конечно же, это не соответствует действительности, потому что люди могут уходить сами. Вообще, что бы ни случилось, да, то есть, даже вот при наличии ссор, даже при наличии реальных конфликтов, люди, как правило, уходят сами тут, это их выбор, личный выбор. Ну, потому что любая ссора, да, ну, это понятно, надеюсь, там, участие двух человек, да, то есть, и полной ответственности личной не бывает. То есть, не может быть такого, чтобы за конфликт, да, был ответственен только один человек, вот. Это невозможно. Так не бывает, так не происходит. вот. Вот. Такая история. Соответственно, понимание этого, да, и отделение негативных мыслей, ну, вот, от того, да, чтобы вернуть любого человека, то есть, отделение одного от другого, это необходимые услуги для того, чтобы вернуть любого человека, да, чтобы выстраивать с ним хорошие отношения, вот, чтобы, ну, не было никаких проблем, и так далее, и чтобы не повторять ошибки, вот. Ну, я надеюсь, что не нужно напоминать, да, я надеюсь, что не нужно напоминать, ага, значит, что для того, чтобы отношения не просто вернулись, а чтобы всё-таки они, они были здоровыми, чтобы всё было хорошо, вот. Необходимо не только работать над собой, но и те ошибки, которые, которые могли быть, которые вами совершали, да, вот, чтобы они тоже были осознаны, поняты, и чтобы не повторялись, вот. Вот, необходимо понимать, что за любой ошибкой, по сути, по сути своей, за любой ошибкой скрывается личное желание человека, вот, ну, какое-то, и, в общем-то, это нормально. Важно это желание вовремя распознавать, вот, и, правильно удовлетворять. Тогда будет гораздо более непровидёнными отношения, и, соответственно, это поможет устраивать отношения более, ну, более качественно, скажем так, вот. Это то, что я могу сказать вам, вот, отвечая на такой вопрос. Это мой достаточно общий вопрос. А, поскольку человек, как правило, чувствует себя практически всегда виноватым, ну, вот, если, грубо говоря, вы хотите вернуть, да, значит, ну, человека, вот, то вы, наверное, чувствуете, что виноваты в том, что он ушёл. Вот. И здесь тоже важно понимать, что чувство вины и виноватое поведение, оно не располагает к себе, не располагает, ну, человека к вам. то есть можно извиниться один раз, да, извиниться, сказать, что вот, ну, я там, допустим, была неправа, я там, допустим, ну, поняла, да, что, ну, что сделала, вот, я всё поняла, например, вот, и всё, больше не нужно. Один раз извинились, всё, больше не нужно. И ведите себя позитивно, приветливо, открыто, вот, вежливо по отношению к человеку, чтобы он не, там, ну, не ждал от вас какого-то, да, там, негатива, например, как обычно бывает. Вот. Мне кажется, это очень важный момент, да, если мы хотим, ну, вот, разобраться в этой истории, в этой ситуации. Вот. Это необходимо для того, чтобы и вам было комфортно в отношениях, вот, и чтобы другому точно тоже было хорошо. Вот. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Ответ получился такой, достаточно общий, это связано с спецификой вопросов, всегда есть индивидуальные какие-то моменты, которые лучше прорабатываются отдельно, да, вот. И, помните, что ни один разрыв не бывает, скажем так, случайным. То есть, разрыв всё-таки произошёл, значит, это следствие определённых незастыковок, которые, ну, имеют место быть, и это, в общем и целом, нормально. То, что нужно сделать, это просто принять данный факт, принять наличие, вот, подобной реальности, вот, и сделать правильный вывод. А, при этом, то, что вы делаете, да, то есть, если вы меняетесь, вот, забыл сказать, если вы, например, выбираете перемены, да, то меняться лучше для себя, не для человека, потому что человек может ваши перемены, в принципе, не оценить, вот. Меняться, ну, не именно для себя. Если вы чувствуете, что меняетесь не для себя, а для человека, да, то есть, хотите вот, ну, менять, как бы, ожидая, да, что он оценит, увидит, похвалит, вернётся, вот, то в таком случае лучше не меняться. Потому что рискуете вы в таком случае испытать сильнейшее разочарование от того, что, вот, собственно, делает. И, в итоге, сам человек, которого вы хотите вернуть, будет чувствовать себя так же неуютно, вот, так же дискомфортно, и, в итоге, будет опять только негатив. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, значит, мне. Буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.